Я начал читать книгу. И как случается иногда человеку, ищущему серебро найти золото, так и я, искавший утешение, нашел не только успокоение в моих слезах, но также и поучение Данте. Книгу. Книга. Сохранить книгу. Сберечь ее для будущих поколений. Дело государственной важности. Книга. 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 Младшие школьники зачищают и шлифуют поверхности, красят и лакируют Постаршие выполняют токарные работы по дереву, слесарные и сборочные операции Старшеклассникам поручают изготовление более сложных деталей на токарных и фрезерных станках С помощью Владимира Ивановича мальчики создали несколько моделей переплетных станков Многое в них придумали сами ребята В результате поисков был создан аккуратный, компактный, даже изящный переплетный станочек А к нему набор инструментов Теперь такими инструментами ребята обеспечивают другие школы своего района В кружках станции юного техника книги ремонтируют и переплетают Только за один год для школьной библиотеки было отреставрировано 150 художественных изданий Переплетено 100 учебников, журналов, не считая книг из личных библиотек Кем бы ни стали ученики Мошнинской школы в будущем Книга уже навсегда вошла в их духовную жизнь Школа по праву стала коллективным членом общества книголюбов Любовь к книге приходит к каждому из нас по-разному Владимир Николаевич Кирпичков Токарь Люберецкого завода Один из активнейших членов общества За помощью к нему обращаются музеи, военные академии, писатели У него собраны материалы и книги о всех героях Советского Союза, начиная с самых первых В его подробнейшей картотеке все сведения Рода войск, полки, в которых сражались герои Дата их рождения, боевой путь И на многих карточках к великой горечи даты гибели А началось все так Началось это давно, в 1954 году Когда я побывал в гостях у своей одноклассницы Нины Борисовой Я увидел на стенке фотографию юноши в гимнастерке И грамоту в рамочке героя Советского Союза Вот тогда я узнал, что ее брат стал героем Советского Союза в Великую Отечественную войну 22 июля 1941 года Начались поиски Вечерами после работы Кирпичков просиживал в Ленинской библиотеке Запрашивал Красногорский архив, архив Министерства обороны В результате появилась статья о герое Советского Союза Александре Борисове Деятельность Владимира Николаевича Это пример того, как человек может сделать свою жизнь не только интересной, содержательной Но и нужной людям Я сейчас не знаю, что для меня ближе Вот работа, где я работаю Или же работа с книгой И на мой взгляд, что книга для меня стала дороже всего Как-то вошла в мою жизнь, в мою судьбу А что значит книга для писателя? Личная библиотека писателя Не только круг его чтения Но и один из источников творческой работы Вот как об этом говорит поэт Яков Львович Белинский Пусть вам не покажется странным Но мне книга представляется как нечто одушевленное Живое движение мыслей Живое движение мыслей и работа чувства Издавна я собираю библиотеку Если расположить книги в том порядке, в котором они появлялись на полках То как по геологическому срезу Можно было бы представить себе не только смену интересов А движение души Творческое устремление Творческую жизнь Которая запечатлена В развитии, в развертывании библиотеки Да, многое может рассказать библиотека За ней незримо стоит человек Иногда библиофилы говорят Покажи мне библиотеку И я скажу, кто ее хозяин Любимые современники Маяковский, Пастернак, Заболоцкий А здесь книги, подаренные коллегами по Перу Это тоже своеобразное взаимообогащение Разговор поэтов между собой Книги с дарственными надписями Вот Книжка Близкого мне поэта По духу Павел Антокольский Степан Щипачев Ну и много других книг Другой источник творчества Читательские письма Переписка с читателями Процесс взаимообогащающий Я хочу вернуться к разговору о читательских письмах Бывает нередко, что читатель наталкивает писателя на какую-то новую тему Однажды я получил письмо от участника войны Он воевал на Третьем Украинском фронте Там, где был и я Он писал мне о своей жизни И заканчивал письмо такой фразой Почему до сих пор о нас, ветеранах войны, нет песни Я и сам думал о такой песне Но это письмо как-то подтолкнуло мою мысль Распахнуло чувства В итоге я написал песню Вернее стихи, которые назывались Не стареет душой ветеран Среди московских книголюбов широко известны суровежинские четверги Сюда, в дом Николая Ивановича Суровежина Старейшего библиофила Может прийти каждый, кто пожелает Участники четвергов расписываются на этой скатерти Потом эти подписи вышивают Я коренной москвич Родился в бедной семье Очень многодетной Мать моя Подмосковная крестьянка Правильно говорили На пятерых одни ботинки Любовь к книге привела мне бабушка Это мой истинный воспитатель Старая крестьянка Которая была Как говорят все крепостной Из села Очакова Очень рано Мне пришлось пойти работать И мое счастье, что пришлось работать на книжном фронте Отец почуял во мне любовь к книге Я уже к шести годам читал Превосходно читал И он меня сразу отвел К Сытину И очень быстро По мнению Сытина У меня дело получалось Ну, звонкий голос Умел импровизировать Умел содержание рассказать Заинтересовать И у меня книги Копеечные Шли на расхват Вот С девяти лет Стал собирать книги И очень быстро Поскольку я работал Я Займел около трехсот Лубочных книг И детских И сразу Открыл Личную библиотеку Формуляры Все, как пошел в библиотеку Познакомился Потому что я сам состоял В трех библиотеках Мальчишка И с этого дня У меня Шла Библиотечная работа Бабушка Меня натолкнула На мысль Вот что Николушка Давай-ка мы с тобой Изучать Русскую сказку Так Полюбил я Книжку Конем Гормунов Это самые Замечательные В моей жизни Она читает Наизусть Я за ней следом Тоже наизусть Читаю Братья сеяли пшеницу Довозили под столицу Значит столица-то была Недалеко от села Там пшеницу продавали Деньги счетом принимали И с телегой у пустой Возвращались и домой А я покупаю Сытинское здание Деньги счетом принимали И с набитую сумой Возвращались и домой Бешеный Бабушка Ты неправильно сказку рассказываешь Вот как надо Расскажете Милый Ты же не был Крестьянский Вот мой муж-то приезжал С какой слабитой сумой Со связкой баранок Ну еще платок иногда купит За те проданные Пшеничные Мешки Второе здание Которое еще реже встречается Чем первое Тоже самое И с телегой у пустой Возвращались на мой А в четвертое здание Конек Горбунок Разрешили ему Издавать Только если он Изменит текст Где вот будет Место с телегой пустой И с набитой сумой Возвращение Какое счастливое Крестьянство В России живет Вот это была Злейшая Насмешка Над Гершовым Такая коллекция Конька Горбунка Единственная В нашей стране В ней почти 150 Различных изданий Сказки На многих языках мира Сейчас Николай Иванович Готовится к очередному Четвергу Тема сегодняшней встречи Прижизненные Издания Герцена Открыть Чтобы наш Колокольчик Дар Валдая Пригласил Как говорят Даже Подольского Пришедшего Почти без опоздания Вот Для этого Сейчас заглянем Мы И душа этих вечеров Сам хозяин квартиры Живой Интересный Собеседник Не только Хранитель Огромный В 20 тысяч Томов Библиотеки Но знаток Книги Подлинный Просветитель Издана Редакция Полярной Звезды Вы когда-нибудь Держали в руках Издание Подлинной Полярной Звезды Напечатанных В Лондоне Молчат Боюсь, что нет Это вы Последние годы Пропаганда Книги Принимает Новые формы Сотни Библиофилов Особенно В сельской местности Предоставляют Свои библиотеки Для широкого Пользования Читателей Они становятся Своеобразными Клубами Книголюбов Позвольте Наше 133 Заседание Московского Клуба Любителей Миниатюрных Книголюбов Много лет назад Родились И продолжают Успешно Работать Клубы Поинтересам Так Общество Общество Любителей Книги Помогает Объединить Единомышленников Найти читателю Свою книгу Называется Оно Как я стал Библиофилом Ну В России Больше всех Книг Было выпущено Издательством Иогансон Значит Иогансон Начал Выпуск Миниатюрных Книг В 1891 Году Значит Первая серия Из 9 Книг А уже В 92 Году Вот Иогансон Выпустил 40 книг Вот о котором Говорил Павел Дамич Вот они Все Все 40 книг Это Сюда Не влезает Просто Это Карель Сделал Мне этот Самый Футляр Немножко Не рассчитал Это Значит Вот Здесь Ну В основном Это Значит Пушкин Значит Вот Первая Миниатюра Это Наша Книга Ну В смысле Наше Увлечение Тут Басни Лафонтена Издана В Швейцарии Для Кружка Библиофилов Очень Красивая Иллюстрация Тут Это Книжечка С поэмой Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин Выпущена К столетию Со дня Рождения Поэта В 1899 Году Коллекционеры Ласково Называют Такие Книги Малышками Вначале Они были Довольно Простыны Но По мере Развития Книгопечатания Их стремились Превратить В произведения Искусства Глядя на Эти малютки Нельзя Не восхищаться Поистине Ювелирным Мастерством Их Создателей Почти вся поэма Маяковского Владимир Ильич Ленин Уместилась В этой книге Книжки Величиной В почтовую марку Кажется Меньше Сделать Невозможно Но Вот Удивительный Экземпляр Чтобы Познакомиться С такой Книгой Нужны Пинцет И Лупа Эта книга Настолько Мала Что Ее Заключили В ампулу Справа Ее Макет Увеличенный В 10 Раз Клубы Общества Книголюбов Постоянно Ищут Самые Разнообразные Формы Работы Сегодня Московский Клуб Эврика Организовал Встречу Писателей Поэтов Редакторов Издательства Московский Рабочий Со Станго Строителями На заводе Имени Орджоникидзе Редакция Делится Своими Творческими Планами Старается Выявить Интересы Своих Читателей Услышать Критические Замечания Я люблю Книги Читаю Очень Много Но Порой О писателях Знаю Только Из Предисловия Книгам Домой Пригласить Писателя Конечно Не могу А здесь Посидеть За одним Столом С писателем Поговорить Я могу О чем угодно Пожалуйста Более Трех лет Я регулярно Хожу В этот клуб И приобщил Многих Своих Товарищей Рабочих Которые Тоже Получают От этого Большое И Эстетическое Удовольствие Удовольствие И Практическая Польза Этого Клуба Несомненно Чаще Всего Клуб Эврика Приглашает Читателей К себе В книжный Магазин На Ленинском Проспекте Сегодня Здесь Выставка Экслибриса И книжной Графики Художника Анатолия Ивановича Калашникова Экслибрис Всегда Привлекал Книголюбов Особенно Интерес К нему Возрос В последние Годы Что Говорит Об общем Подъеме Культуры Книги И о Вкусе Наших Читателей У Клуба Эврика Основанного 18 лет Назад Сложилась Своя Тематика И Свои Традиции Сюда Приходят После Работы И Встречаются С учеными Писателями Знакомятся С книжными Новинками Мы Все Поднялись Вот Мы С вами На Новом Уровне Не Казенная А с Одной Сторон Интеллектуальная А с Другой Сторон Серьезная И Легкая Встреча По Такому В общем-то И Знаменательному Интересному Событию Каждая Работа По существу Является Таким Концентрированным Осмысливанием И предмета И истории И Техники И Желание Остановить Внимание Зрителя Поклонника Графики На самом Самое Важное Вот это Его Творчество Пожалуй Самое Сильное Калашников Много Внимания Уделяет Работе Книжной Графике Работе Центрального Управления Работе Всесоюзного Общества Любителей Книги И Это Не Первая Творческая Встреча Творческий Отчет Товарищи Вот такие Вечера Как Сегодня Они Свидетельствуют О большом Внимании К работе Всесоюзного Общества Любителей Книги Вот такие Огоньки Культуры Вспыхивают Каждый День В нашей Стране Можно Прийти Вот так На чашку Чаю Чашку Кофе Обменять Сомнения О Прочитанной Какой-то Книге 16 Миллионов Членов Объединяет Общество Это 16 Миллионов Всех Тех Кто Родеет Родеет Он И Печатание Книги Эта Необычная Передвижная Выставка Была Открыта Благодаря Усилиям Многих Книголюбов Она Вызвала Огромный Интерес Дорогие Друзья Сегодня На этот Прекрасный Праздник Праздник Который Мы Устраиваем В канун Сорокалетия Со дня Великой Победы Я вижу В этот Зал Пришли Те Кто Делали Эту Победу Это Великий Праздник Удивительный Праздник Но Помимо Тех Героев Которые Воевали Которые Победили Помимо Тех Кто Родился После Войны А уже Два Поколения Взрослых Поколения Выросло После Войны Здесь Еще Почти 1600 Свидетелей Небывалых Боев И Эти 1600 Свидетелей Там На Витринах Это Книги И Не Просто Книги Это Настоящие Документы Эпохи Это Настоящая Летопись Друзья Мои Действительно Каждая Книга Реликвия Каждая Книга История У каждой Книги На этой Выставке Неповторимая Судьба Горькая Порой Трагическая Это Книги Бойцы Ветераны Устоявшие В боях В партизанских Отрядах Когда не хватало Бумаги В ход Шла Берестан У этого Стенда Всегда Было Много Народа И Всегда Лежала Красная Роза Выдающийся Советский Физиолог Академик Алексей Алексеевич Ухтомский Работал В блокадном Ленинграде Истинный Ученый Он не прекращал Трудиться Ни на один День Прямо На полях Книги Он делал Записи О потере Близких О чем Думал он Тогда Мы Никогда Этого Не узнаем Как Никогда Не узнаем Точные Даты Его Смерти Он Умер Последним Мальчиком Пережил Блокаду Юрий Васильевич Моретин Именно В те Трагические Дни Он Начал Собирать Книги Брошюры Изданные В осажденном Городе Как Лучше Использовать Топливо Ботва Овощных Растений Как Выращивать Овощи Они Помогали Истощенным Ленинградцам Бороться С голодом Фронтовая Печать Ты Помнишь Алеша Дороги Смоленщины Как Шли Бесконечные Звые Дожди Как Кринки Несли Нам Усталые Женщины Поезжав Как Детей От Дождя Их Груди Как Слезы Они Вытирали Украдкую Как След Нам Шептали Господь Вас Спаси И Снова Себя Называли Солдатками Как Стай Повелось На Великой Уси Среди Сотен Бесценных Книг В экспозиции Есть Уникальный Трудно Поверить Что Эти Книжки Сборники Сатиры Лирических Стихов Издавались На осажденном Полуострове Ханка Бывший Гангут Они Печатались Буквально На переднем Крае Под непрерывным Огнем Противника В подвале При свете Коптилки Поэт Михаил Дудин Писал А художник Борис Пророков Рисовал Вырезал На линолеуме Чтобы Утром Могла Выти Газета Эти книги И рисунки Существуют В единственном Экземпляре Книги Сражаются И в мирные Дни Сражаются На идеологическом Фронте Сражаются С реакцией И мракобесием За достоинство И разум Человека Пушкин И Шекспир Толстой И Марк Твен Шолохов И Хемингуэй Миллионными Тиражами Издаются В нашей Стране Произведения Писателей Из 150 Стран Говорят Книги Это руки Протянутые Через века Это руки Протянутые Через страны И континенты Во имя Дружбы И взаимопонимания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...